Друзья, всем привет! С вами Чайковская Екатерина. И сегодня я хочу поговорить об обновлениях, которые Adobe Illustrator подготовил для нас. Несколько версий назад, две или три, Adobe Illustrator обновил стартовый интерфейс. И теперь создание файлов происходит немножко по-другому. Пугаться не надо, они просто обновили дизайн, а функции остались прежние и плюс ко всему добавились новые. Когда вы входите первый раз в программу, вы видите пустой лист, поскольку я уже в ней работала. Вот у меня уже файлы, которые я создавала до этого, и мне программа автоматически предлагает их открыть, чтобы я их не искала на компьютере, а показывать, вот с чем-то недавно работал. Теперь вы также можете открыть файл новый, как это и было в предыдущих версиях, например, Adobe Illustrator CS5. Либо же можете нажать на «Создать». И здесь у вас вылезает новая панель, которая многих пугает. Ничего страшного в этом нету. Они пересмотрели дизайн и сделали его более актуальным для современных реалий. Вы можете автоматически создавать ваш документ для мобильного устройства. То есть это размер экрана вашего телефона, айфона, айфона про, айпада, ретина. И здесь сразу выставлено количество пикселей. Как я всегда говорю, смотрите сразу здесь PPI, количество пикселей 72, это экранное разрешение. И цветовая моделька RGB. В принципе, вы все здесь можете настроить. Здесь задается размер в пикселах, но если вам нужно, вы можете его поменять на дюймы, миллиметры, сантиметры. Также у нас с вами есть для интернета. Они адаптировали это для сайтов. Вот размер веб-сайта, размер интернета. Вот здесь все прописано. Вообще Adobe Illustrator отличается тем, что просто прочитайте, что вам предлагают разработчики. Внимательно глазками пробегитесь, и сразу все станет понятно. Цветовой режим RGB, PPI 72. Дальше печать. Вот то, с чем обычно работаю я. Я выбираю формат А4, а потом его модифицирую, если для меня это требуется. Смотрите, измерения автоматически сразу заданы в миллиметрах. Цветовой режим CMYK, и PPI сразу 300. То есть для печати они выдают более высокое разрешение. Для экранов они дают 72. Вы можете спросить, почему здесь PPI, почему такая ерунда. Но все равно, как правило, мы работаем не только с вектором, а потом это все экспортируем. Вот они сразу задают нам рекомендуемое количество точек. Плюс ко всему, в новых версиях у нас добавились с вами фильмы и видео. Это отдельная функция, которая в дизайне одежды не всегда используется. Можно здесь делать всякие интересные штуки. Вот есть шаблон, интересно потыкать и посмотрите. И также есть графика и иллюстрация. Она у нас с вами тоже в режиме RGB, 72 точечки на дюйм. Создается в миллиметрах. То есть это открытки, постеры, которые вы можете создавать, потом куда-либо публиковать. То есть по сути осталось все то же самое. Изменился дизайн, по которому вы создаете данные шаблоны. Открываете ваши новые документы. И все равно вы можете руками здесь все настроить так, как вам нужно. Ну, например, я выбираю печать. Стандартный формат А4. Прошу создать документ. Вот я получаю классическую картину Adobe Illustrator, готового для работы. Так что не надо пугаться. Немножко поменялся дизайн. Все. Если это видео было для вас полезно, пожалуйста, ставьте плюсики в комментариях. Задавайте свои вопросы. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть больше новых и интересных видео. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok